Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать и показать, в принципе, как подключиться к экшен-камере, которая имеет функцию Wi-Fi. Ну, на примере CG-CAM SJ4000 Wi-Fi. Подключиться можно только той, естественно, которая имеет эту функцию Wi-Fi. Простой, к 4000-й, подключиться, к сожалению, нельзя. Итак, как это сделать? Ну, во-первых, нужно найти и скачать приложение CG-CAM ZONE. Вот так вот, брах-брах-брах, тут иероглифы, кто, значит, создал её. Ну, давайте откроем её. В принципе, некритичная последовательность. Дальше, что мы делаем? Мы включаем нашу камеру непосредственно на кнопку включения. Дальше нам нужно активировать функцию Wi-Fi. Она обычно включается вот на клавишу вверх. Она, собственно, помечена. Нажимаем, у нас появляется вот здесь вот значок. Как, собственно, происходит подключение? Вот здесь мы видим сейчас логин, пароль. Я его, естественно, поменял. Это нестандартный. И рекомендую поменять, естественно, вам. Потому что, как происходит подключение? Сама Wi-Fi камера, она создаёт точку доступа. И мы подключаемся вот этим, соответственно, устройством. Мы подключаемся к нашему устройству. Так вот, если какой-нибудь козёл, например, смотрит, ага, Wi-Fi, смотрит, CG-CAM там какой-то, ага, вводит стандартный пароль 12345678 и подрубается к вашей камере. И смотрит, собственно, видео с вашей камеры. Что вы, собственно, имеете? Вы имеете некого шпиона. Дальше что мы делаем? На телефоне мы подключаемся к нашей камере. Ну, вот здесь у меня уже телефон подключился. То есть вот этот логин, пароль мы вводим, подключились. А дальше нам необходимо что сделать? Дальше нам необходимо подключиться, приконнектиться к камере. Мы делаем это нажатием вот на эту кнопку. Connect in camera. На камере у нас, как только мы подключились, загорелся вот такой жёлтый диодик. Это означает то, что кто-то к нам подрубился. И, собственно, что мы имеем? Вот мы имеем, значит, у нас картинка. Вот у нас имеется здесь трансляжка. Это идёт прямая трансляжка. Функция переключаем. Функцию фото, функцию видео. Соответственно, это же всё переключается на нашей камере. То есть обратите внимание, что переключается и тут, и там. Вот. Мы видим здесь трансляжку. Трансляжка идёт с небольшой задержкой. Вот обратите внимание, да, я вожу. Вот. Вверх-вниз, вверх-вниз. Задержка секунда две может быть. Отсюда также мы можем управлять камерой. То есть включить запись, выключить запись и так далее. Можем даже выключить саму камеру. Удалённо, дистанционно. Также отсюда можно просмотреть все файлы, которые у нас имеются. Фото у нас, но файл с видео. Вот у нас есть пару файлов. Но для того, чтобы видео посмотреть на телефоне, их надо скачать вначале на телефон. Это такой, ну, не знаю, как сказать, минус. Может, для кого-то и плюс. Дальше у нас имеются настройки. Здесь у нас все настройки, какие мы можем применить к этой камере. То есть здесь размер, естественно, фото, разрешение видео и так далее, и так далее. Всё то, что есть в меню, грубо говоря, мы отсюда можем это всё дело поменять. Также мы можем поменять настройки Wi-Fi. Вот как я это сделал. Обязательно это, кстати, рекомендую сделать всем. Ну, всё, собственно, вот такой вот у нас контент, что мы можем, так скажем, делать с этой камерой. Я считаю, что это очень полезная функция. Во-первых, можно шпионить за кем-то, да. Можно поставить на окно, смотреть за машиной, при этом удалённо управлять. Можно ещё, там, повесили вы на каску, не видите изображения, да, и так далее. Вот. Но, опять же, стоит понимать, что Wi-Fi высаживает батарейку довольно-таки сильно. Она высаживается намного быстрее, нежели мы бы использовали без неё. То есть, это всё стоит понимать. Ну, вот такая вот система. Подключиться, в принципе, несложно. Ну, и давайте, я не знаю, давайте выключим камеру. Просто выключим её камеру дистанционно. И на этом, собственно, закончим. Для этого нажмём вот на такую тему. Пишет камера OFF. Пишем OFF. Всё у нас, камера, обратите внимание, что она выключилась. Все индикаторы потухли. Вот такая вот тема. Кстати говоря, если камеру окунуть под воду, то Wi-Fi, естественно, не работает. Ну, вот такой вот кратенький обзор. Думаю, он вам был полезен. Но на этом, пожалуй, всё. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет ещё много интересного про CG-CAM SJ4000 Wi-Fi. Но на этом всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.